Какие есть и так, если говорить? Ну, вообще, давайте так. Придумали лист с химиками, разработчиками, насколько это реальный, потому что, да, идеи бывают настолько фантасмагорические, что, наверное, в реальности они не будут никогда. Как-то согласовали заявку на разработку, и химики в лаборатории приступили к тому, что, а, подобрали сырье, которое туда пойдет, подобрали активы, подобрали ингредиенты, которые, собственно говоря, держат формулу, подобрали консервацию, несколько раз покрутили рецептуру, проверили, насколько она вообще жизнеспособна, и если да, то, соответственно, поставили там на физхимию, провели все испытания, которые с этим связаны, поставили в термошкаф, и после этого выпустили на альфа-тест. Такой короткий тест в 15 человек, который проходит под контролем врача-дерматолога на тему того, насколько продукт, который мы создали, вообще соответствует тому, что мы хотели, насколько он решает ту или иную задачу в отношении кожи. Если альфа-тест прошел хорошо, он длится 4 недели в целом, то продукт уходит на бета-тест. Бета-тест — это уже проверка потребительских свойств, это текстура, запах, как наносится, не белит ли, не полосит ли, не мылится ли, не забивает ли поры и так далее. Если тест проходит ок, продукт уходит уже в производство, но сначала нужно подождать сырья полгода, упаковки 3 месяца, и тогда уже все будет хорошо, продукт выйдет. Но бывает такое, что, например, продукт не проходит один из испытаний и не проходит, например, тест, и тогда все откатывается обратно. И таких итераций может быть довольно много. У нас есть цифра, которая вышла в продажу на 72-й рецептуре. Надо понимать, да, это брайсинг-скин, мы ее разрабатывали почти 4 года. Продолжение следует...